Здравствуйте, уважаемые любители аквариума! Сегодня я сниму коротенькое видео, в котором расскажу о таком растении, как анубиас нано. И в частности, хотелось бы рассказать о таком его свойстве, как способность выживать практически в полном затенении. Нужно сказать, что немного растений, которые способны переносить такие условия, но анубиас очень хорошо с этим справляется. И даже если у вас в аквариуме минимальное освещение, либо же у вас это растение растет где-то в тени, то есть оно закрыто ветками растений, которые растут выше, то все равно анубиас выживает, он хорошо переносит затенение. И сегодня я вам это покажу на практическом примере. У меня растет несколько кустиков этого растения. Первый у меня спрятан вот в этом углу аквариума, под задней стенкой, под корягой, вот там в самой глубине, вот видно несколько листьев. Ну, основное растение уходит туда влево, под корягу, там довольно темно, то есть свет туда очень плохо пробивается. Но, тем не менее, я знаю, что этот кустик тоже растет. Он у меня там уже высажен довольно долго, уже, наверное, около года. Анубиасы очень медленные, поэтому он меня как бы не сильно напрягает. Я знаю, что он там есть, и с ним все хорошо. И еще, по-моему, два куста у меня расположены в правом углу аквариума. То есть они растут под криптокориной нуре, возле коряги. Ну, то, что касается вот этого первого куста, который я вам показывал, ну, над ним еще более-менее свет есть. То есть сверху я стараюсь, чтобы не было плавающих растений, потому что здесь у меня растет альтернатера. Она очень любит свет, поэтому я стараюсь сверху вот эту всю бату, которая плавает, разгребать. То, что касается этого угла аквариума, ну, здесь, конечно, очень тяжелая ситуация. Во-первых, сверху очень много зарослей травы. Сверху у меня плавает там альтернатера отростки. Также сверху очень много веток гиграфилы. Я ее, конечно, периодически обрезаю, но она все равно, она очень быстро нарастает. Также криптокарина апанакетонно-листная выбросила листья, которые сверху ложатся. И свет в правый угол практически не проходит. Я сейчас, конечно, попробую показать вам эти кусты анубиаса. Ну, понятное дело, что их не видно. Давайте так, сейчас я включу вспышку и покажу вам эти кусты поближе. Так, еще раз. Вот здесь находятся кусты анубиаса. Да, конечно, с вспышкой получше. Вот один кустик и вот еще один кустик. Ну, кроме того, как я ранее говорил, сверху очень много плавающих растений. Кроме того, у меня довольно сильно разрослась криптокарина нури. Она своими листьями полностью укрыла анубиасы. И вы видели, какая здесь темень. То есть сюда свет практически не проходит вообще. Вот этот свет от вспышки для них это, наверное, за счастье. Ну, тем не менее, вы можете видеть, что листья у них абсолютно хорошего состояния. То есть видно, что растение развивается и чувствует себя довольно хорошо. Я не буду, конечно, говорить, что они растут быстро. Они растут довольно медленно. У меня было такое, что эти кусты росли на открытом пространстве, когда сверху не было таких зарослей криптокарины. Да, анубиасы росли в разы быстрее. Но даже после того, как криптокарина их укрыла, они не пропали. Они стали медленнее. Но, тем не менее, выглядят они довольно естественно, довольно хорошо. Также в этом углу у меня растет микронтема Монте-Карло. Ему, конечно, гораздо хуже, потому что он не может так переносить затенение. Но все равно, учитывая, что это почвопокровное растение, и мне говорили, что оно не то, что в тени, оно не будет расти даже на глубине свыше 30 сантиметров. Тем не менее, вы сами можете видеть, высота аквариума у меня 50 сантиметров. Правый крайний угол, почти полная тень, и Монте-Карло даже здесь выживает. Хотя на вот этом участке, где свет к нему пробивается получше, он, конечно, и выглядит получше. Что хотелось бы сказать в итоге? Дело в том, что, несмотря на все то, что я вам сегодня показал, на самом деле нет растений, которые не любят свет. Свет всем растениям нужен обязательно, и это является главным условием для их жизни. Единственное, есть растения, которые более теневыносливые, и растения, которые менее теневыносливые. Но, как бы там ни было, все растения являются светолюбивыми. И, собственно говоря, хорошо, что есть такие растения, которые могут выносить тень, потому что при помощи таких растений мы можем занять какие-то ниши в нашем аквариуме, куда плохо проходит свет, и такие растения вполне достойно эти ниши украсят. Вот такое видео сегодня получилось. Если у вас появились вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Я буду стараться снимать побольше познавательных видео. А я на этом буду прощаться. Всем пока!